Время печь блины. В Центре по работе с населением прошел мастер-класс по изготовлению главного масленичного угощения. О том, какие существуют рецепты и секреты приготовления, расскажет Юлия Савинцева. Блин, он должен быть вот такой прозрачный, чтобы видно было, какая там начинка внутри. Это кружевные блины по сибирскому рецепту, его знали еще наши бабушки. Готовится такое лакомство на сковороде с толстым дном. Ингредиенты, как и для любых блинов. Вода, мука, молоко, яйца, соль, сахар, масло. В принципе, никаких премудростей, только ловкость рук хозяйки. Но опытные кулинары знают, блины бывают разные. Можно испечь пышные и толстые, а можно наоборот, полезные, калорийность которых будет в два раза меньше. Весь секрет в муке. Теперь можно печь блины не только из муки, которая рафинированная, очищенная, высшего сорта, а можно добавлять туда цельнозерновую муку, можно гречневую, можно гороховую, можно даже полбяную, можно тыквенную, можно льняную. На прилавках магазинов можно найти до 20 разных видов муки, поэтому блины можно печь совершенно разных вкусов, даже без начинки. А самое главное, такое угощение не навредит фигуре. Готовить такие блины Волокжан и научили в Центре по работе с населением. На очередном занятии клуба «Вкус жизни» именно проходит мастер-класс по выпечке здоровых блинов. Вот получается и мука есть особого сорта, из особых, скажем так, продуктов, и смешивается она в тесто по всем правилам, поэтому можно поделиться опытом и дома такие тоже вещи попробовать. И, кстати, это очень вкусно. Проходят такие занятия каждую среду. Подключились к ним и ветераны культурно-доцугового центра «Забота». За два года в Волокжане научились правильно составлять свой рацион питания, справляться с головными болями, хронической усталостью, боли в суставах и готовить вкусную и полезную еду. Именно такими блюдами и будут угощать своих родных в широкую масленицу. Юлия Савинцева, Михаил Прищев, Волок да Портал. Юлия Савинцева, Михаил Прищев.